Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, понимание того, что с вами происходит, ни в коем случае не решает вашу проблему. По крайней мере, с чисто психологической точки зрения люди. Потому что понимание это, по сути, рационализация. Рационализация это, ну, в данном случае, вам рационализация, на мой взгляд, только способна повредить. То есть, понимать вам, вот именно понимать вам то, что с вами происходит, не нужно. Мне кажется, что вы и так достаточно много всего пытаетесь понять, вот, чтобы, ну, чтобы еще больше пытаться это сделать. Вот, это первое, что я хочу вам сказать. То есть, с точки зрения психологии, вам не нужно, ну, ни в коем случае пытаться, что ли, понимать. Тут нужно работать именно, вот, с чувствами. Это первое. А второе. Значит, вы говорите, что никто, никто не может довести меня до слез. Да, то есть, ни дети, ни родители, ни коллеги. Вот. То есть, мне, конечно, вот, с точки зрения, опять же, психологии интересно. Почему именно такая градация у вас происходит людей? То есть, именно градация на тех, кто может или не может довести вас именно до слез. То есть, это всё? То есть, вас, как бы, ну, ничего больше не волнует, ничего больше вас не интересует. Что вот слезы, это единственные критерии, по которым вы определяете отношения свои, вот. То есть, почему вы считаете, что вас, например, должны доводить до слез? Это первое. Второе. А вы пишите, значит, что вы реагируете либо нормально, либо злитесь. Почему вы злитесь? На что вы злитесь? То есть, у вас что-то задевает. С этим тоже нужно работать. Смотреть, что вас задевает, почему вас задевает, и так далее, и так далее. Дальше. Значит, складывается такое впечатление, что вы во всех отношениях, кроме отношений, связанных с мужчинами, вы ведете себя максимально ровно, вы ведете себя максимально выдержанно, и вы сдерживаете себя. То есть, вы наступаете на горло своим желанием, своим потребностям, которые у вас имеют, либо просто не хотите. Но, в отношении с мужчиной, ваши конфликты внутренние, ваши желания, ваши противоречия, что самое главное, наверное, ваши страхи, обредают новую жизнь. Отсюда и такая реакция. Да, это отчасти связано с отцом, который является архетипом вашего мужского образа. Это отчасти связано с тем, что вы чрезмерно завершаете в значимости отношения с мужчинами. То есть, вы чрезчур, чрезмерно завершаете важность для себя отношений с мужчинами. Чрезмерно, они для вас очень сильно важны. Ну, изначально, я же видно, что то, что сказал мой коллега, что вы ведете себя с мужчинами так, как ведете по той вот схеме, которую я написал, на мой взгляд, это все очень четко и грамотно. Вот, вам к этому тоже стоит прислушиться. Вот, бороться с этим ни в коем случае не надо. Вот, потому что, ну, бороться, это значит подавлять. Да, подавлять это значит, значит, спасать проблему-то не решать. Как бы просто задвигается там в долгий ящик и все. Вот, нет, нужно раскрывать, нужно раскрывать, что именно с вами происходит. Нужно раскрывать субъективную сторону, вот, ваших обид, эмоций, и нужно с ними работать. Вот. И дело не в том, что вас считают не зрелые девочки, а дело в том, что, вот, кого проводят все. Вот, так вам можно ответить на них. То есть, эм, на консультациях вы сможете выявить для себя причины, по которым происходит то, что происходит. Вот. Если у вас есть какие-то не выраженные, не прожитые обиды, если у вас есть завышенная значимость отношений с мужчинами, то есть сверхмотивация, то вот это все нужно разгружать. Что, знаете, вот, как для ребенка, да, вот, и для ребенка поступка получается какая штука. Это любой, вот, любой эпизод, эм, связанный, допустим, с его жизнью, эм, любой эпизод связанный с каким-то, ну, с событиями, с каким-то, эм, отношениями. Для ребенка принимает, эм, очень интересную форму, то есть, форму доказательств. Вот, вот, он, эм, в каждом таком эпизоде пытается доказать, эм, себе, что он значит. Значит, ему нужно подтверждение чего-то, в чем он не уверен. И вы в отношениях с мужчиной очень похоже ведете себя так же. То есть, вы так же пытаетесь, эм, что-то доказать себе и ему, а, возможно, и папе своему. Вот, знаете, такая вот история. И это не всегда приятный процесс, потому что объективно вы увидите себя немножечко не с той стороны, которые привыкли себя видеть. И вполне возможно, что вам в графике не понравится то, что вы увидите, не понравятся ваши чувства. Но работа, работать с ними для вас очень важна. Если вы хотите перестать вести себя, как маленькая девочка в отношениях и построить, собственно говоря, эти отношения. Вот. Опять же, очень важно, для чего вы вступаете в отношениях, в отношениях с мужчинами. Насколько вы, ну, как бы, независимо ведете себя по отношению к, ну, вот. Понимаете, какая история. А, вот. А, так что, так вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...